МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Громкие назначения, социальная скидка и здоровое решение. Больше половины белорусов привелись от коронавируса. Почему не стоит пренебрегать вакцинацией? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от всех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Новый формат, транспортный коллапс и финансовая поддержка. Ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь. На какого числа? Спасибо за покупку. В стране действует дополнительная социальная скидка. Не обязательно ограничиваться льготными покупками лишь в одном магазине. Что можно приобрести дешевле? Любовь к делу и другие лекарства. Городская дежурная аптека признана лучшей в Могилевской области. В Польше на данный момент реализуются лекарственные средства от простуды и гриппа. Насколько вырос спрос. Настоящий русский терминатор. Бобруйск посетил легендарный борец. Видно, что здесь очень расположены друг к другу и очень открытые люди. Кому достался автограф? Мужественный поступок. Сотрудник МЧС спас женщину от насильника. Девушка была в истерике. Говорила парню, отстань от меня. Какую награду получил герой? Упрощенный въезд, исчезающий вид и здоровая пропаганда. Швейцарцы решают запретить ли рекламу табака. Громкие назначения. Президент согласовал новых заместителей министра в МИД и послов в Беларуси. Сергей Олейник теперь первый заместитель министра иностранных дел. В должности замов заняли Юрий Амбразевич и Игорь Назарук. Что касается дипломатических миссий, чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству Боснии, Герцеговини и Хорватии стал Владимир Улахович. В Грузии наши интересы будет представлять Анатолий Лис. Во Вьетнаме Владимир Боровиков. Новые лица и в министерском корпусе. Главой Минсельхозпрода стал Игорь Брилом. Министром образования назначен Андрей Иванец. По министру образования, грубо говоря, пачками вносили предложение. Пока наконец-то, наверное, и глава администрации почувствовал, что это уже предел, сколько можно. Ну и мне кажется, что мы не ошибаемся в данном плане. Ну говорят, молодой-молодой. Я почти в таком возрасте стал президентом. Что значит молодой? Время сейчас такое. Спрессовано, бегать надо. Ну и вот этот сплав опыта и молодых ребят. Им же завтра страну принимать. Им же завтра руководить страной и отвечать за все эти процессы. Поэтому, ну, к 40 годам нормально министр, хотя министерство, как и министерство сельского хозяйства, очень даже непростое. Усиление произошло и по линии Совбеза. Первый заместитель госсекретаря Павел Муравейко. Президент также дал согласие на назначение Олега Житкова председателем концерна Белгоспищепром. Гендиректором столичного телевидения стал Александр Осенко. Директор Бобруйска-Громаша Надежда Лазаревич, теперь заместитель председателя Мингрессполкома. Идеальная рецептура. Бобруйская дежурная аптека признана лучшей в области в сети фармация. Учреждение единственное в стране, где выполняют максимальный объем функций, одобренных Минздравом. Плюс прямо здесь изготавливают и собственные микстуры. Как изменился поток покупателей в период пандемии, знает Карина Гуревич. В эту аптеку на интернациональные жители обращаются и днем, и ночью. Будь то покупка жаропонижающего или обезболивающего препарата. По итогам прошлого года учреждение признано лучшим в Могилевской области в сети фармация. Здесь отмечает заведующая Ирина Русакович. Заслуга всего коллектива – фармацевтов, провизоров, укладчиков, упаковщиков. Мы работаем круглосуточно, 24 на 7. Поэтому это тоже накладывает свой, так сказать, отпечаток на нас, ответственность большую. Потому что приходят люди и взрослые, и для маленьких детей назначаются препараты. И нужно быть очень внимательными и ответственными. Командный дух присутствует в нашей работе, и за счет этого мы и получили эту награду. 2021-й стал непростым для всей системы здравоохранения. По сей день фармацевты стоят на передовой вместе с другими медицинскими работниками. Спрос на лекарства вырос практически в три раза. С полок сметают маски, антисептики, термометры, порошки, противовирусные, биологические добавки и витамин D. За последнее время очень изменился и поток потребителей, и количество ассортимент, и сам ассортимент изменился больше. На данный момент реализуются лекарственные средства от простуды и гриппа, также для профилактики вирусных инфекций. Люди приходят с различными вопросами, будь то температура, кашель, заложенность носа, боли в горле. Совершенно различные вопросы. Мы для каждого потребителя подбираем соответствующее лечение. Здесь не только продают медикаменты, но и изготавливают собственные – суспензии, эмульсии, мази, растворы и порошки. За местными микстурами приезжают даже из других городов. Такова специфика аптек первой категории. В Бобруйске их всего две, еще одна – на Минской. Изготавливают лекарства по рецептам врача и индивидуально для каждого пациента. Используют максимально безопасные ингредиенты, такие как глюкоза, фороцелин и натриохлорид. Поэтому и срок годности у таких препаратов небольшой. По итогам 2021-го признание получила и аптека четвертой категории, которая расположена в первой поликлинике. Она заняла почетное второе место. На ее счету десятки тысяч проданных лекарств и тысячи обслуженных покупателей. Во время пятой волны коронавируса фармацевтические работники с уверенностью заявляют – поддерживать здоровье горожан – их главная задача. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Материальная помощь, союзная решимость и олимпийская медаль. Беларусь Антон Смольский завоевал серебро на зимних играх в Пекине. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси с 15 февраля вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Также в тестовом режиме запускается единая автоматизированная информационная система. В это время документ будут выдавать бесплатно. Планируется, что к 1 апреля программа заработает по всей стране. На границе Беларуси и Евросоюза стоят порядка 5000 фур. Самым проблемным, несмотря на возобновление работы таможенных систем, остается выезд в Литву. Там скопилось около 3000 большегрузов. Сложившаяся ситуация грозит коллапсом бизнесу, который занимается поставками товаров. Без особых задержек грузовой транспорт оформляет только латвийская сторона. Совместное белорусско-российское учение перешло в активную фазу. В страну прибыли военные с Дальнего Востока. Площадками для союзной решимости стали пять полигонов и четыре аэродрома. Маневры сугубо оборонительные и не несут никакой угрозы для соседей. Это неоднократно подчеркивали и Минск и Москва. Ветераны Великой Отечественной и лица, пострадавшие от последствий войны, ежегодно будут получать материальную помощь. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено около 11 миллионов рублей. Так поддержит 12 тысяч человек. Выплата завершится к 5 мая. Напомним, в стране 2022 объявлен годом исторической памяти. Белорус Антон Смольский занял второе место и завоевал серебро на зимних играх в Пекине. В индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами атлет не допустил ни одного промаха и добился успеха. Олимпийская медаль Смольского – первая с 2010-го для мужской сборной страны по биатлону. На шаг ближе к победе с вирусом. Больше половины белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Бобруйск не отстает. В городе первый компонент получили свыше 136 тысяч человек. Это 60% населения. Бустерную прививку сделали около 10 тысяч жителей. Среди подростков показатель тоже немаленький – 1800. Заостряю внимание наших жителей, города и района о необходимости проведения вакцинации. Кстати, мы не прекращаем эту работу ни среди взрослого, ни среди детского населения. На сегодняшний день в отделении реанимации Бобруйской центральной больницы пациенты с COVID-19 находятся только не прошедшие вакцинацию. Пункты вакцинации в поликлиниках работают даже выходные. Используются препараты Вероцел, Ковивак и Спутник Лайт. Копейка рубль бережет. В Беларуси действует 10-процентная социальная скидка. Воспользоваться ей могут пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные. К инициативе правительства присоединились уже 17 торговых сетей, и список будет расширяться. Как сэкономить – смотрите прямо сейчас. Молоко 3,2 музыческое, рубль 42, минус 10%, минус 14 копеек, рубль 28, отлично, можно брать. Тамара Богданова заходит в магазин рядом с домом чуть ли не каждый день. За крупами, овощами, мясом, хлебом. Любит и сладкое к чаю прикупить. Например, зефир или конфеты. Ни для кого не секрет, в последнее время цены на многие товары подскочили. И, конечно, пенсионерка рада сэкономить. Поэтому новая скидка от государства – весьма приятный бонус. 10% – это все-таки значительно. Ну, поэтому очень даже для пенсионеров это как бы поддержка. Оформила эту скидку в январе месяце в магазине. Я здесь постоянный покупатель. За неделю где-то получается рублей, наверное, 12. В стране с 17 января появилась 10% скидка на социально значимые товары. Речь о продуктах, которые белорусы покупают каждый день. Яйца, мясо на кости, мука, масло, твердый сыр, сахар. Всего 29 наименований. Сейчас на них действует и ценовое регулирование. Список магазины могут расширять. Общая сумма скидочного чека в месяц в одной сети не должна превышать 288 рублей. Это размер прожиточного минимума. Однако не обязательно ограничиваться льготными покупками лишь в одном магазине. Воспользоваться дисконтом могут пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные, а также те, кто получает ежемесячное соцспособие. Это практически треть белорусов. Только в одной сети можно сэкономить до 29 рублей. Но на акционные позиции новая скидка не распространяется. Для оформления карты необходимо обратиться в магазин. С собой нужен документ, подтверждающий льготу и паспорт. Кассир поможет заполнить анкету и подскажет, на какие группы товара происходит скидка по данной карточке. Также с перечнем можно будет ознакомиться на информационной доске. В каждой организации свои тонкости предоставления скидок. Большинство встроили акцию в уже существующую карточку. В некоторых гастрономах рассчитывать на 10% дисконт могут даже близкие родственники и социальные работники после предъявления подтверждающего документа. Плюс, если в магазине ранее уже была скидочная система, то она сохраняется. К ней лишь добавляется еще одна. Граждане могут свободно выбирать. Либо пользоваться старыми, либо включать в свою новую программу. В некоторых сетях, ввиду того, что технически было невозможно сразу это сделать, были некоторые шаховатости. Но на сегодняшний момент практически все вопросы решены технического плана. Продлится социальный дисконт до середины июля. К инициативе правительства присоединились уже 17 торговых сетей. А это 50% всего рынка розничной торговли. Среди них Евроопт, Виталюр, Грин, Алми, Простор и Доброном. Такое масштабное соглашение между государством и бизнесом в нашей стране реализуется впервые. Все это, чтобы поддержать покупателя и уменьшить расходы на продукты. И есть все шансы, что список пополнит еще не один магазин. Карина Гуревич, Максим Галенко. Итоги недели. Легендарный борец и политический деятель России посетил Бобруйск-Громаш. Первым делом знакомство с предприятием. Презентация сельхозмашин, демонстрация успехов, экскурсия по цехам. И, конечно, встреча с коллективом. Вопросы от горожан не заканчиваются. Александр Карелин много рассказывает о семье, борьбе и, конечно, мотивации. Видно, что здесь очень расположены друг к другу и очень открытые люди. Люди рабочих профессий. И мне всегда интересно, не только учитывая, чем я занят, но, наверное, все-таки памятуя о моем первом образовании автослесаря, мне всегда интересно посмотреть, каково это. Там, где работают, там, где работают с металлом, где создают сложные машины. Поэтому здесь находиться и мне самому интересно. Для меня это поучительно. Гостя встречают искренними улыбками и аплодисментами. На это есть причина. Александр Карелин – кумир сотен людей. И не только в Белоруссии и России. Легендарный борец обладает уникальными физическими данными и несгибаемым характером. Его называют «русский терминатор». Лучший среди атлетов мира 20-го столетия, занесен в книгу рекордов Гиннеса, как спортсмен в течение 13 лет, не проигравший ни одной схватки. За свою жизнь претерпел всего пять поражений. В копилке же 888 побед. Отвержается марку. Крупнейший производитель резинотехнических и полиуретановых изделий в стране отмечает юбилей. РТИ не перестает удивлять новинками и продолжает осваивать очередные рынки сбыта. Об истории и современном этапе предприятия в репортаже Татьяна Горбач. Татьяна Корчевская придерживается простого правила – нужно заниматься тем, что делает тебя счастливым. Свою судьбу с «Беларусь-резинотехникой» девушка связала 10 лет назад и ни разу об этом не пожалела. Исследует новые материалы, испытывает готовую продукцию. Участок работы ответственный. Впрочем, на заводе других нет. Работа замечательная, все в принципе устраивает, коллектив дружный, хороший, понимающий. А в последнее время у нас еще и зарплата поднялась. Нам к Новому году даже дали подарки. Но так было не всегда. Еще несколько лет назад РТИ переживала не лучшие времена. Общий долг составлял почти 18 миллионов рублей. Предприятие признали экономически несостоятельным. Санация позволила отложить выплаты по основной задолженности и сосредоточиться на текущих платежах. С тех пор завод ищет эффективные стратегии для повышения показателей. И стоит отметить, небезуспешно. Цифры говорят сами за себя. «Беларусь-резинотехника» может работать качественно, может работать прибыльно. Объем выпущенной продукции у нас на 23,1 миллиона за 2021 год. За 20-й это цифра 17,3 миллиона. То есть рост до 41%. Выручка за 2021 год составила 25,3. За 20-й 17,9. Рост 142,3. Убыток за 20-й год был 1 миллион 829 тысяч. Чистая прибыль за 21-й год – 989 тысяч. «Беларусь-резинотехника» держит марку 70 лет. 7 февраля 1952-го был основан завод натурального каучука с численностью работников 235 человек. Спустя 18 лет здесь трудилось уже 5 тысяч сотрудников. РТИ полностью обеспечивала нужды в резиновых деталях почти всей промышленности БССР и союзных республик. Наш завод был одним из самых передовых в нашем Советском Союзе по производству резинотехнических изделий. Наравне с Курским, Саранским заводом. Мы становились призерами общесоюзного соревнования. Нам вручали переходящие знамя. Наш завод награжден Орденом Ленина и другими почетными медалями. Наш завод одним из первых в Союзе осваивал новые виды продукции. Это и изделия из полиуретана. У нас был одним из единственных в Союзе цех по производству изделий из латекса. Сейчас же высококачественные изделия используют в металлургии, авиастроении, деревообработке и сельском хозяйстве. Вот так выглядит амортизатор корабельной сварной АКСС. Несмотря на морское название, он применяется не только на судах, но и в машиностроении, энергетике и станкостроении. Ассортимент более 5000 наименований. Многолетние партнеры МАЗ, МТЗ, БелАЗ и ГОМСельмаш. По портфелю заказов можно изучать географию. Первое место у России. Также мы представлены на рынке Украины, Пакистана, Венгрии, Молдавии, стран Прибалтики. На сегодняшний день доля экспорта в реализации продукции составляет порядка 10-12%. Как и для большинства промышленных предприятий, 2021-й оказался непростым. Пандемия внесла свои коррективы. В декабре экономический суд Могилевской области принял решение о продлении срока действия санации еще на 5 лет. В планах выход на новый технологический уровень и повышение конкурентоспособности продукции. Ставку делают на импортозамещение. Мы создали для двигателей, которые нам поставлялись из Америки на предприятие ГОМСельмаш и тракторный завод, патрубки, которые мы освоили серийно уже и поставляем, в частности, тракторному заводу. Серийно освоили поставки на БелАЗ манжеты из гидрированного каучика. И они пользуются спросом, огромнейшим спросом, в первую очередь, в Российской Федерации в режиме холода. Это, в первую очередь, с Кемерово, Новосибирск и тот регион. Юбиляров в этот знаковый день чествует руководство области и города. Ведь производственные успехи были бы невозможны без главного ресурса – профессионального коллектива. Сегодня это предприятие ориентировано на крупнейшее конвейерное производство республики. От эффективности работы этого предприятия во многом зависит и своевременное обеспечение необходимыми комплектующими наших крупных колдингов республиканского значения. Сейчас здесь работают 673 человека. У большинства только одна запись в трудовой. Пришли на завод и прикипели душой. 70 лет, говорят на предприятии, тот возраст, когда есть и силы, и опыт, который дает право с уверенностью смотреть в будущее. Так что свой праздник РТИ встречает во всеоружии. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Обострение конфликта, правила въезда и милые животные. Власти Австралии внесли Куал в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Президент Америки посоветовался отечественникам покинуть Украину. Джо Байден полагает, Россия может планировать агрессивное действие в отношении Киева. Однако Москва отрицает милитаристские планы. Тем временем НАТО наращивает присутствие в Европе. А в Украину поступила очередная партия военной помощи от США. Страны Евросоюза упрощают въезд туристам. Европейские школьники отправляются на февральские каникулы. Этот период будет сопровождаться ослаблением санитарных ограничений. Так в Португалии вакцинированные могут не предъявлять ПЦР-тесты. Схожее правило в Греции с уточнением. Те, кто привились более 270 дней назад, должны перед путешествием сделать бустер и иметь подтверждающий документ. Колоссальная инфляция в Турции ведет к обнищанию населения. Коммунальные счета за январь оказались почти вдвое больше декабрьских. При том, что многие небогатые семьи уже давно сократили потребление газа и электричества. Вдвое упал курс лиры. Также дорожают продукты и товары. Власти страны призывают граждан потерпеть, называя происходящее экономическим переходом. Швейцарцы решают вводить ли жесткий запрет на рекламу табака, направленную на несовершеннолетних. В стране продвижение электронных сигарет и вейпов, популярных как раз в молодежной среде, практически не контролируется. Здесь курит примерно каждый четвертый житель, а каждый двадцатый – младше 19 лет. Против агитируют представители бизнеса и правительство конфедерации. Власти Австралии внесли коал в список исчезающих видов. В последние годы животные страдают из-за засухи и разрушительных пожаров. Кроме того, рост городов привел к потере значительной части эвкалиптовых лесов – единственной среды обитания сумчатых. На программы по подсчету, обследованию и лечению коал правительство обещает выделить 50 миллионов долларов. Настоящие герои среди нас. Бавройский сотрудник МЧС получил сразу две престижные награды. Владимир Ерохин спас девушку от насильника. Хронологию событий восстановила наша съемочная группа. Владимир Ерохин, как ни в чем не бывало, проверяет машину и оборудование. Мало кто знает, три месяца назад он спас девушку от насильника. Инцидент произошел в Гомеле. Тогда боец учился в Университете гражданской защиты МЧС. В семь утра заступал в наряд, услышал крики о помощи. Как о чем-то обыденном, рассказывает. Побежал на шум, увидел женщину в слезах. Так кричала и отбивалась. Девушка была в истерике, говорила парню, отстань от меня. Ну и я вступился за нее, встал между ними. Я думал, нужно что-то делать, выходить из ситуации. Завалил преступника. Там уже подбежали наши ребята. Мы его прожили и я ушел в этой зонаря. Злоумышленника задержали. Им оказался 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за хулиганство и аналогичное преступление. Ну а наш герой получил заслуженные награды. Две медали. 100 лет милиции Беларуси и за отличие в охране общественного порядка. Вторую из рук министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Вадим Ирохин устроился к нам на должность водителя в 2021 году. И сразу зарекомендовал себя с положительной стороны. Грамотный, инициативный работник. Грамотно действует при ликвидации и тушении пожаров. Ответственный, пользуется уважением в коллективе. Очень отрадно, что наши ряды пополнились еще одним достойным сотрудником. Пожарный караун – почти семья, в которую каждый приходит своей дорогой. За плечами 24-летнего огнеборца Горецкая академия. Учился на зооинженера, а сразу после армии принял решение стать спасателем. И не пожалел. На ЧП Владимир Ирохин, связующее звено между машиной, цистерной с водой и бойцами. Водитель не просто находится за рулем. От него зависит, насколько оперативно боевой расчет приедет к месту ЧП. На счету каждая секунда. Плюс нужно продумать возможные варианты подъезда и обеспечить бесперебойную подачу воды или пены. На вопрос, страшно ли рисковать жизнью и вступить в схватку с преступником, молодой человек лишь пожимает плечами и отмечает. Сотрудники МЧС изо дня в день выносят людей из самого пекла. А здесь, говорит, обычная ситуация. Девушка попросила о помощи. Как не откликнуться? Глядя на таких настоящих мужчин, понимаешь, спасатель – это не просто работа, а призвание и образ жизни. Татьяна Горбач и Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин